так мужики полочку полочку делаю точнее шкафчик встроенный вот дверь старую шифонера распустил ровно на две части рассчитал пополам по 2 28 сантиметров получилось ширина вот хватило как раз на боковины вот здесь сверху еще есть она будет здесь зазор рассчитал так чтобы сейчас вот так вот достать а потом когда здесь кручу вот так вот и вставить дверь дверки будут ну так стоять на уровне этот полки но они же будут дверки вот так вот то есть да она даже туда прячется стружка сыпаться не должна сюда по крайней мере где будут дверки полка это никак не закреплена просто сейчас в распор стоит сейчас пол сантиметра срежу с нее еще пройдусь торца ну и все зазорчики сделаю отмечу вверх-вниз тоже сейчас просто так стоит вообще никак не закручен чисто примеряюсь здесь за подлецо получается такой шкафчик будет влево вправо ну с этим свыше но я определюсь здесь и сейчас еще подрежу и нашли такой бортик сюда буквально тут сантиметрик чтоб ничего не выкатилась с той стороны стенка будет на снизу снизу пускай так ничего не не выпадет короче посмотрим в среднюю все равно щас подрежу где-то на сантиметр еще чтобы она утоплена было так сзади выступает вот так ну примерно на уровне у той коробки что торчит но не дальше колес тут если его двигать вплотную до стенки тут еще зазора хватает ну шире не стал делать чтобы он нависал свисал это надо как минимум две двери готове 3 а так пополам распустим и вот она из одной двери уже такой шкафчик получился вот здесь сплошняком забью сейчас или такой же возьму зашуруплю или бумагу там есть бумага или да чем угодно или тем же самым пластиком жесткий офигенный и за колбашу черного цвета нормально здесь полочка даже если стружка упадет ты пускай лежит продуваться она будет компрессором откатил его дуну туда вылетела сюда вылетела короче вот как то так а здесь в запад лицо и сложу туда чемодан что-то мне еще будет этот рис и миссы то такое уже буду так накидывать все что связано вот с ним а вот двери от шифонерной два обрезочка только осталось и капец а это полки порежу их нафиг как-то так все мужики закончил вот так вот получилось полки превратились в двери подпилил их двух сторон так как надо и и по размеру вот этих стоек не по шкафчику а так чтобы закрывали полностью прикрутил здесь ручку двери нашел она здесь с резьбой но их две вообще здесь с резьбой просверлился с той стороны болты восьмерки то чисто так катать станок чтобы было где взяться здесь на магнитах все на шифонерных вот тут сверху снизу вот они закрывают эти стойки навесы обычные такие легенькие навесы там на шурупы там на по металлу шурупы какого бы забо от забора остались коротки пойдет все замечательно здесь небольшой бортик 2 раз вот обрезки вот с двери с какой-то стороны не знаю буквально здесь на сантиметр может чуть больше не это сантиметрик вот так чтоб что-то поставить она не посунулась не выкатилась да и пойдет что тут ушло одна дверь шифонера и две полки все все замечательно магнитится держится зазорчик минимальный здесь опустил чуть ниже правило так положил на ножки и направила этот дверки так чтоб не держать их и все ящик тот внутренний станку вообще никак не прикручена вот такая труба распилена пополам засверлена выставлена по вот этой ножки по краю просверлил и все она здесь стоит просто между трубами он ходит туда-сюда от вверх-вниз но при этом не заваливается ни туда ни сюда не уход не вылазит чтоб снять его четыре болта открутил и высунул так же и здесь сзади фанера отдадайте откуда ну конечно же с крышки с которой пришел станок она самая чистая самая ровная не косаная крышка тютя в тютю только вот лишнее отпилил и всю как как родная стала не сверху не снизу не подпиливал вообще четко вот это я рамку сварил безотходное производство получается но чуть торчит нормально если вдруг но тут много будет стружки собираться вот эти шурупы откручу вот так сюда под этот кусок металла ну жестянки какой-нибудь там не знают миллиметров очки 0 7 вот так вот прикручу и она будет скатываться и туда посмотрим если вдруг надоест она мне на шурупы чуть-чуть согнули туда подсунул и туда она будет на пол сыпаться на ящике задерживаться нибудь не дальше ножик даже к стенке станет офигенский ты заглядывать сюда никто не будет кроме вот сейчас посмотрите все остальное все лицевая сторона вот она будет видосы сниматься то и все равно будет к стенке стоять хоть так вот так вот такая получилась тумба-юмба рыбакит сюда чемоданчик даже что прислали он я чемоданчик даже становится сюда поперек еще и место становится вместе с причин долами которые по приходили в общем теперь вот здесь будут хранится все что нужно для токарного станка здесь бардак там еще не разгребал крышку как снял отсюда поставил потому что туда тоже нереально залезть как и туда сюда и везде завтра день пхд наверное устрою завтра устрою день пхд вот эти полки раскручу эту полку до упора туда эту полку до упора сюда угол срезаю так чтоб она не мешала заходу не цепляться за нее срезаю вот этот тачанка станет вот сюда по центру здесь будут ключи инструменты короче такая каталка чтобы она под рукой была тут работаю тут и складывать станок туда кстати сегодня снимал видос и вот свет уличный офигенский падает отсюда плюс еще этот сбоку светит этот сбоку светит и уличный свет надо будет еще добавлю никаких проблем с этим не вижу дверька дверьки дверьки полки дверьки уже залапанные ну сами знаете как это делается сто раз сними сто раз поставь всего на этом пожалуй пока все а мне нравится на колесах ничего там не знаю как будут большие запчасти или наточить мы сегодня точил вообще ничего даже не почувствовал смотан на колесиках стоит вот как-то так мне нравится все очень все очень просто магнит и хорошо магнитен плотненько их подогнал сверху чуть меньше снизу чуть больше не знаю может какие-то заготовочки круглячки собирать и складывать чтоб их не искать вот там не рыть их вон в той куче но это одна куча которая здесь какие-то может быть не знаю посмотрим вот как-то так ну она не понадобится от шуруплю сниму и куда-нибудь на стену он 30 даже не 30 20 8 сантиметров шириной куда угодно влупить даже вплоть до того что так развернуть и еще полок добавить и сделать одну дверку вот хотя бы из нее просто будет вертикально ну много ячеек как-то так наболтал конечно ну youtube этот видос не снимать не буду а может и сниму но потом а